Ну что, всем привет! И сегодня я приглашаю всех любителей секонд-хендов отправиться со мной опять в магазин, посмотреть, что новенького. Сегодня у нас 25 евро за килограмм, и моя цель была посмотреть какие-то жакеты, что-нибудь такое на межсезонье. Поэтому я сразу отправилась к секции с жакетами и буду вам показывать, что нахожу. Начнем мы с такого жакетика. Это я для себя не рассматривала, просто показываю вам находки. Это абсолютно новый жакет с биркой, как вы видите, с ценой 140 евро. Показываю вам бренд такой, в принципе, довольно модной расцветки. Мне кажется, вообще полоска никогда из мода не выйдет. Немножко большеватого он был размера, но симпатичный. Хотя по качеству это, по-моему, был полиэстер даже за все свои 140 евро. Вот такой бренд мне неизвестный. В целом очень ничего, но состав, как мне кажется, подкачал за такую стоимость изначальную. В этом сезоне очень актуальны жакетики а-ля Шанель. Такое что-то твидовое, с какими-то пуговицами жемчужными или золотыми, с кармашками. Просто все магазины полны такими моделями, поэтому мне очень хотелось найти что-то подобное в секонд-хенде. Вот такой неплохой вариант мне попался. Не очень люблю такой вырез треугольный, но в целом яркая расцветка, карманы, пуговички такие тоже интересные. Сейчас, как я уже сказала, актуальны всякие разные пуговицы и в целом состояние жакета просто новое. Это уже кардиган мне попался такой весенний. Тоже немножко отдаленно напоминает тренд Шанель. Это манго, кремовый, светлый, на светлой брючке, на белые джинсы. В принципе, можно было бы рассмотреть, хотя я сама не очень, опять же, люблю такие кардиганы без застежек. Но вариант неплохой у него. Такое вкрапление было, как немножко люрекс поблескивало, мне кажется, не видно на видео. И такая розовая яркая бахрома. А здесь мне попался интересный вариант от бренда Си Слей. Мне кажется, это очень редкая находка в наших секонд-хендах в последнее время. Это очень хороший и довольно дорогой бренд. И здесь была интересная модель, горизонтальная полоска. Но посмотрите, какая спинка. Она с запахом как будто. Немножко, может быть, на вешалке непонятно. Он был мне большой, не смогла бы примерить. Но модель такая с изюминкой. В составе вискоза, без застежки. Но вся суть была именно в этой спинке с запахом. Еще один кардиган-жакетик. Это уже Mark & Spencer, английский бренд. Классический, серый. В принципе, можно было бы рассмотреть тоже. Немножко расцветка, не то, что я хотела. Белая бахрома у него освежала довольно. Мне кажется, это такой хороший офисный вариант. А вот еще один тренд сезона. Denim. Это жакет из плотного такого джинса. Плотного денима. Тоже актуально сейчас. Темно-синий. Показываю бренд. Max Per, да, по-моему. Какой-то дизайнер. Ну, такой, в принципе, интересный вариант. Учитывая, что сейчас все это актуально. Все джинсовое. И еще один тренд мне попался. Это, конечно же, лавандово-фиолетовые оттенки. Может быть, спорная модель, но цвет прямо вот в топе сейчас. Такая интересная ткань, как будто с вышивкой. Мне кажется, это американский бренд. Ну, не уверена. Очень такие пышные в плечах рукава. Сам этот жакет укороченный. Поэтому с высокой талией, в принципе, с белыми брюками, белыми джинсами на высокой талии. Можно было бы что-то придумать. Интересно. Но, опять же, качество здесь полиэстер в составе. Поэтому, конечно, это более такая трендовая вещичка на несколько раз. Но цвет очень-очень красивый. Вот таких жакетов сейчас очень много в Манго, в Зара. Единственное, что там еще добавлены золотые пуговицы. А в этой модели не было вообще никакой застежки, никаких пуговиц. То есть, все время как на распашку получается. Я такое, честно говоря, не очень люблю. Но сама модель такая, вот именно как сейчас, в принципе, актуальна. Этот твит. Красивый розовый нежный цвет весенний. Вот я что-то хотела такое подобное найти. Весенние расцветки. Твидовая. Но немножко подлиннее мне хотелось. Состав здесь неплохой был. Довольно редкая находка. Мне попался джемпер от английского бренда Super Dry. Здесь всегда хорошее качество у этого бренда, насколько я знаю. И действительно, этот свитерок был очень классный. Он был в идеальном состоянии, как новый. Бежевый. С такими точечками, как вкраплениями. Черными. И мелкая косичка. Очень классный. Единственное, довольно большой вырез. На плече были пуговички, как декор. И состав был тоже очень классный. Да, вот еще вышивка самого бренда внизу. В общем, все детали, все продумано. В составе у нас была и вискоза, и шерсть, и даже ангора. В общем, классная находка. Если бы не вот этот глубокий вырез, я бы его точно рассмотрела для себя. И очень мне понравился вот этот свитшот. Просто показываю вам, что удалось найти. Очень классный, яркий, такой жизнерадостный. Мне кажется, с белыми джинсами вот эта яркая расцветка бы смотрелась очень классно. Я его, кстати, хотела померить. И потом поняла, когда уже пришла в примерочную, что-то я как будто потеряла по пути. И вот сейчас смотрю на видео и понимаю, что я потеряла этот свитшот и не померила, к сожалению. Вот так с белыми джинсами, с кедами. Супер. И еще одна очень классная находка, удивительно редкая. Это бренд Pink. Вообще не встречала в секонд-хендах никогда этот бренд. Он довольно дорогой. Знаете, у них эти сумки такие с птичками. Довольно дорогие сумки. И джемпера у них примерно по 200 евро. И вот такой красный базовый свитер мне попался. Он очень хорошего качества. В составе 40% шерсть. И он, конечно, очень мягкий и теплый. Единственное, что был очень маленький размер XS. Вот такой симпатичный то ли жакет, то ли как уже полупальто даже можно сказать от бренда River Island. Мне понравилась расцветка. Он такой вот как раз на нашу рижскую весну, мне кажется, довольно плотный, теплый. И интересный дизайн, да, у него вот такие как многослойность присутствует. Неплохой такой вариант. По-моему, в составе даже была шерсть. Да, 22% шерсти в составе. Хорошо, что я снимаю эти бирки отдельно, потому что все забывается. И еще мне понравилось вот это пальто. Не хотела я уже смотреть такие теплые вещи, но как-то оно мне само в руки упало. В принципе, из-за этой расцветки вот оно мне показалось довольно симпатичным. На следующий год можно было бы его рассмотреть, на следующую осень. Оно на двух пуговицах. И посмотрите, какая там яркая подкладка. Просто класс. В составе было всего 2% шерсти. Правда, немножко хлопка и вискоза. А в остальном полиэстер. Я его примерила. Мне просто было интересно, как оно сядет. Это был, кстати, большой размер 40-й, но я все равно померила. Не скажу, что я очень впечатлилась, как оно смотрится. Но чисто из-за расцветки можно было там одно из такое иметь пальтишко. И еще я примерила вот такой плащик. Тоже чисто из-за цвета. Потому что обычно эти тренчи все бежевые. А этот такой интересный бордово-черный. Но я его немножко не поняла. Потому что у него что-то было навороченное с воротником. Посмотрите, там какими-то слоями все это нужно было раскладывать. Я так и не поняла, как это все красиво уложить. Пройдемся еще немножко по залу. Вот такая симпатичная кофточка мне попалась. Скорее всего, эта кофточка не джемперок. Потому что она на пуговицах. И пуговицы очень милые, как жемчужинки. Мне сейчас нравится полоска. Что-то такое парижское, французское в этом есть. В составе здесь вискоза. Хороший весенний, кстати, вариант. И вот этот тоже весенний. Классный такой кардиган голубой. Тоже с белыми брюками. Мне кажется, просто класс. Что это за бренд? Вот не знаю. Такой Palo Doro. Первый раз такое вижу. Это хлопковый кардиган довольно длинный. Но, конечно, этот цвет его очень украшает. Такой небесно-голубой. Ну и самовязка мне тоже понравилась. Вот такой узор. Какое-то нереальное количество летних юбок уже завезли. Это просто что-то с чем-то. И эти расцветки, оно просто шикарное на любой вкус. Я здесь немножко полистала. Показать вам, какие расцветки. Кстати, составы тоже неплохие. Очень много вискозы. Но это все будет позже. Я пока еще не готова мерить летнее. У нас почти снег на дворе. Поэтому мне еще нужно самой себе купить что-то такое на межсезонье. Вот это мне очень понравилась юбка. Вот расцветка. Супер. Ничего, скоро с вами будем мерить. Уже такое более летнее. Обалденное, да? Такое что-то. Как джунгли какие-то. Экзотические цветы. Очень много красного, яркого. С запахами юбки. И такое же бесконечное количество летних шортиков. Просто нереальное. Еще я немножко полистала джинсы. Посмотрела. В этот раз, кстати, на удивление было больше актуальных современных моделей. Например, вот эти джинсы от Pull&Bear. Они абсолютно новые с биркой, с ценой. Сколько там? 30 евро. Но все равно. Они очень такого нежно-зеленого цвета. Я такое очень люблю. И так что у нас здесь размер 38. И у них очень современная модель. В плане того, что у них... Они широкие. Они не скинни. Я скинни ничего против не имею. Просто иногда хочется что-то более расслабленное. Более такое, типа, мам джинс оверсайз. А это я показываю находку. Это бренд Scotch & Soda. По-моему, это бельгийский бренд. Довольно дорогой, насколько я знаю. Конечно, тут спорная такая рассветка. Но любители такие же что-то джунгли, да? Какие-то экзотические мотивы. Они как раз-таки довольно узкие. Но, тем не менее, это классный бренд. И довольно редко сейчас он попадается в секондах. И вот еще одна суперширокая модель. И еще при том очень яркой расцветки фуксия. Нереальное количество блузок. Но с блузками, кстати, было хуже по выбору. Там было больше полиэстера. Поэтому я практически так просто полистала. Вот показать вам расцветки. Ничего даже для себя не нашла. И почему-то не было сумок в этот раз особо. Была только вот эта синяя. Показываю бренд. Не поняла, кожа или нет. Довольно тяжелая она была. Вот это я здесь показываю. Но очень вместительная. Много карманов внутри. И в супер классном состоянии. И второй вариант сумки, которую я нашла. Единственные вот эти две. Это вот такая серая сумка. Тоже не знаю, что за бренд такое. Она наполовину как из ткани. Основная часть у нее из ткани. Ну, тоже такая ничего. Серая очень вместительная. И тоже в идеальном состоянии. Полистала платье. Тоже было очень много летних платьев. Тоже, кстати, полиэстера было довольно много. Но я пока еще не готова мерить ни платья летние, ни юбки, ни шорты. В Риге погоды весны нет. Поэтому это у меня все ассоциируется с летом. Это я чуть-чуть попозже приду померить. И у нас будут с вами летние примерки. А пока ищем что-нибудь такое, чтобы я могла сейчас носить в Риге. Ну что ж, в итоге я взяла в примерочную белые джинсы. Очень неудачно их взяла, потому что они мне оказались большими. И сели на мне как-то мешковато довольно. Мне очень нужны белые джинсы. Но значит буду продолжать искать. И также я взяла вот такую яркую, очень приятную по качеству блузку из вискозы. Что-то мне цвета захотелось. И мне показалось, что мне как брюнетке будет хорошо в этом цвете. В принципе, она на меня села. Она очень приятная. Не знаю даже, как она может не сесть. У нее такой, ну, очень приятная ткань. И вот эта расцветка, что-то такое восточное мотиво. В принципе, она мне подошла, как мне кажется. Но я ее не купила. Не знаю, может быть, стоило ее взять. То ли мне с этими джинсами не понравилось. В общем, неудачно немножко подобрала низ в этот раз. Поэтому верх как-то не смотрелся. Ну вот сейчас на видео, в принципе, смотрю. Мне кажется, что очень хорошо. Вот так, если внутрь заправить джинсы, то блузка сидит прям классно. И цвет мне подходит. Следующее, что я взяла, это вот такой укороченный лавандовый топ. Мне очень захотелось что-то такого трендового именно в плане этого цвета померить. У меня ничего нет лавандового или фиолетового. Но опять же, с этими джинсами не сошлось что-то. То ли топ слишком короткий, то ли джинсы мышковатые. Хотя сам вот этот вот топик очень классный. Он хлопковый и цвет хороший. И, в принципе, вот эта сборка на груди тоже, как правило, стройнит. Померила вот этот видовый жакет, который я показывала в зале. Он и мягкий, и цвет у него классный. Но для меня он, к сожалению, короткий. Я хотела бы себе что-то чуть-чуть подлиннее. И желательно с пуговицами. Хотя у него очень классно разрезан на рукавах, если видно. Вообще, модель такая симпатичная. Мой размер, но немножко не до. То есть и пуговиц нет, и длина немножко. Длины не хватает. В общем, его я тоже не купила. Отложила. А вот эта вещичка мне очень понравилась. Хотя на бирке был размер S. Но я все равно рискнула. И на свою M-ку, в принципе, на меня хорошо села эта кофточка. Очень мне нравится полоска. И эти жемчужные пуговицы. Это смотрится очень мило. И очень классная зеленая полосочка на рукаве. Я сначала даже ее не заметила, когда в зале смотрела эту кофточку. Что-то, как я уже сказала, есть в этом такое французское, парижское. Мне кажется, какие-то узкие черные брючки, балетки. Чуть ли не багет в руку. И можно в Париж ехать. Классная мне понравилась. Очень освежает, светленькая. И с белыми брючками, и с черными. И даже, мне кажется, с голубыми джинсами и кедами. Можно как-то придумать аутфит. В итоге я не смогла уйти без этой кофточки. Я ее купила. Я ее взвесила. Она обошлась мне в 6,75 на весах. Да, я вижу. Но очень классно. Я буду носить ее с удовольствием. Ну и, конечно, давайте пройдемся немножко по обуви. Очень много каких-то уже весенних кед. Вот такие вот кеды от Puma. Может быть, это уже такая устаревшая модель с лентами. Не знаю, как вы считаете. Но эти ленты можно заменить простыми шнурками. А так абсолютно новые кеды от Puma. Мне понравились. Мне даже понравилось, что они розовые и бархатные. Вот такие лоферы тоже классные. Они кожаные, белые. Это у нас был бренд Topshop. Да, по-моему, Topshop. И они классные, стильные. Абсолютно тоже новые. Здесь цена. И, конечно, сейчас в Second можно купить дешевле. Их намного. И никогда не показывала мужскую обувь. Но посмотрите, какие мужские туфли красивые. С такими золотыми стрекозами. Там такая подкладочка красивая. Абсолютно новая с биркой. Ну, вообще. Просто, конечно, это улов. Это же абсолютно новая обувь. И будет намного дешевле, чем она была. Ну что, на сегодня у меня всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду ждать ваши комментарии. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok